Спасибо вам огромное, что вы пройдете в день. День, когда все подъемы где-то прибыли вместе. Мы оказались от нас, что в наше время мы пришли. И в этом же вечер получился замечательно. Потому что у нас сегодня очень интересный, очень молодой гость. Мы тоже узнали. Я хотела выпускник московской британской школы, дизайной и студенческой выпускник академии. А, училища. 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 Это Азин Зате. Который окончил также дедушку и папу. И, в общем, продолжается замечательная династия, которую вы все знаете. Но при этом он очень сможет. Он очень мотивирует его свои. Преимендует свои пророчества. И мы решили, что сегодня для этой встречи модератора прядо не понадобится. Но у вас будет возможность задавать вопросы на всех этапах. Мы не будем дожидаться в нас седой, это не лекции, не презентации, а в этом мы живем на общение. Если в какой-то момент у вас возникает желание что-то сказать о том, если вы просто поделитесь этими, то мы будем раздражать. И только у вас больше нет возможности общения с вашим сегодняшним гостем. Спасибо. Здравствуйте. Всех рад видеть. И да, я уже все сказал, но я действительно предпочел на самом деле формат вечера соблюсти такой, чтобы... Ну я буду говорить, стараться говорить. Если вдруг у вас будет какая-то реабилитика, я такой рад. И слушайте тренд в процессе разговора. Может быть, немножко постараемся. Я буду говорить о проблемах в каком-то смысле. Может быть, получится немножко у вас поспеть. Но в втором пределах даже, если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, сразу же отбивайте. Вот, я посложу разговоры на три стадов, потому что структурно играть сложно будет. Ребята, можно выворачиваться, если вы заточили что-нибудь именно флюидическое действие. Ну так вот, у меня нет большой визуальной части экспертизи сегодня. Презентация со слайдами, она достаточно короткая. Это не потому, что я не готовился, а я, честно, готовился. И не потому, что хотел вас терпать день. А дело в том, что уже год, весь предыдущий год, с мая по мая, я занимаюсь одним большим проектом, который, к сожалению, у меня не готов, и я не могу его показывать. А чему-то другого и интересного я не особо мог бы успел сделать за это время. Вот, поэтому я буду рассказывать о своих соображениях, слушать вас, будем болтать. А в конце я постепенно ставлю несколько слайдов. Про проект я занимаюсь за целый год, мы будем говорить о частности. И я бы хотел сказать, что я заметил, что на Фейсбуке Коля сделала одну из сегодняшних встреч. Она представила, как традиционно, что жутко, я не помню сейчас слово в слову, там было что-то такое, что представляла меня как очень традиционный человек. У нее есть, по-моему, это все основания. Хотя это не так. Но она могла быть уверенным, и я ее не имею. Потому что она не знала, что традиционный человек может в какой-то момент перестать одеть на традиционную. Может, ты еще ее искала по всем сообщениям. Можно я бы рассказывать? Да. Да. У меня было предпринимание. И я в этом случае не считала, когда человек, который реально думал, что художник, правильная семья, не знала, как традиция. И я тут абсолютно понимаю. У нас еще разговаривали все решения. Это так, да. 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 Ну, какое ни было. На самом деле, ты говорила очень правильную вещь. У тебя не было шанса знать, что у меня внутри все уже поменялось, поскольку я нигде об этом не заявлял. Но, по сути, да, у меня очень глубокий традиционный фундамент, который мне помогает. Я бы сказал, что всю жизнь сейчас помогает меньше. И сейчас я от него стараюсь избавляться. И нахожусь в такой стадии метаморфозы. Я не скажу, что я стал уже назначенным для информиста. Но как-то все движение идет к тому, чтобы уходить подальше от традиционности. И идти все ближе и ближе, чем я делаю новому и либеральному. И иногда даже беспорезыбным. Вот. Иногда я бываю настолько либералов, что меня приходится останавливать. Потом мне рассказывают, как говорится. Кто либерал? Кто. Сейчас. И традиционность. Ладно. Я начну тогда с того, что такое, в моем понимании, художник. И как он вообще работает. Я очень долго пытался. Я постоянно пытаюсь найти эти критерии, по которым мы можем судить, что такое художник и что он должен делать. И вчера и сегодня я играл особенно тщательно. И понял, что ответы на вопрос, чем может заниматься художник, одного бы не может. Есть миллиарды разных ответов. Все аргументы будут существовать. И каждый из них может быть оскорен и опроверген. Но есть одно правило или один критерий, который я бы не назвал в основном. Но я бы назвал по объединяющим всех художников. Хоть то музыкант, хоть то живописец, или человек, который с тематикой реформансом, или даже практикаторами акциями и интервентами. Художник, на мой взгляд, такое универсальное, но не основное правило, должен постоянно провести наблюдение за тем, что происходит вокруг. Художник — это такая анализационная машина. Ну, если можно употреблять слово нашим человеком, наверное. Не бывает, наверное, художника, у которого может родиться какая-то мысль без постоянного анализа происходящего вокруг себя. И принимая это за критерий, то если мы принимаем, сейчас, как мы написали критерий для всех художников, то мы можем идти дальше. И дальше я думаю, что каждый индивидуальный взяток может при наличии вот этого правила, может выбирать свою русскую специализацию, выбирать темы, с которыми им интересно работать, выбирать, насколько социально полезным или социально несполезным он будет художником, выбирать также, насколько он будет производить глубокий контент и легкоусвоявление и полезность. Я буду употреблять слово «контент» весь вечер, потому что я не люблю слово «искусство» относительно к тому, в чем мы еще не уверены, и даже к тому, в чем мы уверены тоже. Мне проще говорить «контент» и вкладывать в это слово значение такое значение, как результат творческой деятельности художника. Да, исходя из критерия, я не очень сложно говорю, да, пожалуйста, если вдруг я перескакиваю, вы меня поправляете и спрашиваете в таком моменте, если потерялся. Да, если принять вот этот ретерий, что художник постоянно в себя анализирует, потом мы выбираем русскую специализацию для, может быть, тем, круг тем, с которыми ему приятно работать. И также, насколько сложным будет результат его работы или насколько быстроусвоявленный. Я не знаю, что хорошо, а что плохо. Хорошо ли делать работу с каким-то глубинным смыслом? Может быть, хорошо, а можешь ли это сделать? Не знаю. Хорошо ли, если ты делаешь какой-то абсолютно легкий и простой проект, но который попадает в жилу и бывает у всех на устатке, я не знаю, у всех в репостах. Наверное, это хорошо. И я очень часто сталкиваюсь с недоумением в разговорах с коллегами, с тумающими коллегами, с коллегами, с которыми мне интересно общаться. Такое недоумение и упрек в том, что мои работы очень персонализируемые, и что я, по сути, делаю для себя. И складывается ощущение, что чекать я хотел на общественные какие-то вопросы. И в какой-то степени есть, наверное, что-то. И это что-то очень сильно связано с традиционностью, с привычкой из 21-го и 20-го века, с модерном пониманием того, что такое творчество и что оно должно нести в сейчас, в немножко другое время. И мне приходится с этим иметь дело. Мне приходится стараться идти в ногу со временем. Я не могу утверждать, что у меня это хорошо получается. Одно, я вижу сважность того, чтобы не отставать от времени. И стараюсь принять некоторые шаги, о которых я буду еще рассказывать. На самом деле, я чувствую, что я опоздал очень-очень много. Распочивать, например, инстаграм-акаму я бы мог начать лет 8 назад, а не сейчас, когда мне уже 30-х скоро через 2-2 лет. Я чувствую, что я далеко-далеко отстаю от того, чем я на сегодняшний день должен уметь пользоваться художник. Ну, я стараюсь наверстать, стараюсь не упускать в любую возможность общаться со слушателями, со зрителями, поговорить, услышать ваше мнение, отправить свои какие-то недочеты. Вайпы, наверное, очень важны в вашем жизни сегодня и в вашей реакции. Да, я слушаю. А ты, наверное, счастлив? Я счастлив, наверное, надо идти сюда. Как раз сейчас должен быть в вашем развитии. Есть три условия, которые, для меня важны, как для человека, который занимается неважно какого рода деятельности, просто, который работает и делает свое дело. Они очень примитивны и меркантильны. Я хочу иметь хороший достаток, я хочу иметь известность и я хочу получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. Это очень важно. Как правило, что у меня получается только получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. У меня достаточно достатка большого покрыта не принесет. Но я стараюсь прокомневаться на такими шагами, чтобы все три условия существовали одновременно. И надо... А вот так, понимаете. Вы как правило? Но мне бы хотелось, чтобы мой контент был социальным полезным. И к этому я сейчас подведу. Потому что у меня тут есть еще несколько пунктов, по которым я хотел, так как я хотел бы говорить. Ну да, собственно, мы... Да, как? Я остановился на том, что каждый художник имеет право на выбор выбор той или иной русской специализации и методов производства своего контента. Я встречаю... Ну на самом деле не два, но остановлюсь сегодня на двух методах, да. Достижение вот всех тех трех благ, посредством творчества, да. Всех тех трех благ как известность, достаток и удовольствие собственного дела. Я сейчас сделаю небольшой flashback к литературе. Первое, потому что это хороший пример, потому что все это знают. Я хочу сравнить Толстого и Настоярского, и на этом примере провести аналлель сегодняшнего. Это два прекрасных писателя. Я их очень люблю. Я сразу скажу, что Толстого мне нравится больше, и я билет на Толстого. Но сначала я узнал Настоярского, и он был просто для меня взрыв музыкой. Я его очень люблю, до сих пор люблю, сейчас чуть меньше. Он великий мальчик, он философ, и он огромный знакомый в Толстого. Но метод Толстого, как метод Достоевского, донесение в свои мысли, он сильно отличается от метода Толстого. Метод Достоевского, как метод Толстого. Достоевский пользуется, ну если говорить сегодняшним риском, Достоевский скандальный. Он выворачивает, трогает те струны, которые знают в душе психики человека. Которые однозначно реагируют, хорошо реагируют, плохо реагируют, неважно. Мне кажется, никто из людей, кто мог прочитать хотя бы небольшое определение, не стоит, кто не может сказать, что прочитал и прочитал. Ты зачем? Достоевский шизофрейник. Я не услышал. Достоевский шизофрейник. Ну, тогда может быть. Может быть мы тоже шизофрейник поедем. Да, я знаю. Но он знал свое дело. Он знал, я не буду сейчас упреждать более шизофрейниками, но он знал свое дело. И умеет затронуть в легко затрагивание, я бы сказал, в нюансах уже. Он кричащий. Он вопиющий. Толстой. Он не менее великий. Он не меньший знаком душ и не меньший голосов. Но он избирает другой путь. Он достигает, в принципе, не меньшего результата. На мой личный взгляд, даже и большего результата. Но он идет более созидательным путем. Он более спокойный, более сутимый. Он не пользуется вот этой легкостью, контрастом. Он не пользуется скандальностью. Он не кричит потом, что «Эй, я здесь!» и заставляет тебя оборачиваться. Не важно даже, какой интерес к тебе или неинтересно. Он методично потихонечку делает так, чтобы ты о чем-то начинаешь оборудоваться. Я еще очень много о чем оборудоваться. Вообще. И пойми. И это уже прекрасно. Я на карьере. А какими функциями ты должен быть узнавать? Вот. Я какому и веду. И... Но еще я попрошу немного подождать. Потому что обязательно я к этому подойду сейчас. Но теперь вот мы уяснили про Толстого и Достоевского и два разных пути. И сравнивая это с тем, что происходит на сегодняшний день, 21-й год, я могу привести параллельный пример к Достоевскому. Это для меня будет... Я сейчас... Чтобы не было негразумений, я сейчас не сравниваю масштабы. То есть я не говорю, что Достоевский усирает. Но я говорю, что схема, по которой действует Достоевский, и схема, по которой действует усирает, они, в принципе, очень похожи. Усирает. Сделали взрыв. Они залезли в церковь. Они ополчили против себя целую свободную. Их ненавидят. Их сажали в тюрьму. Но тем не менее. Они вскрыли такой большой нарыв. Они открыли огромное количество проблем на усиление. И сделали... Я считаю, что они сделали очень большое дело. Они просто взяли и взорвали. Это очень здорово. Это круто. Это меня радует. Меня радует, что есть смелые люди. Есть люди, которые обращают внимание на то, на что все глаза закрывают на малышку. И они большие молодцы. Но они пользуются таким способом донесения своего города. Или же те ребята, которые закрасили стену Цоя в Москве может быть год назад или два. Я с большой ностальгией и уважением отношусь к Цою. Но я абсолютно не скроме радовался, когда эту стену закрасили. Просто потому что там, мои пари, офигенные курки. Просто потому что мне было приятно посмотреть, как зелись эти сорокаленные помады без денег. Которые стоят там и собирают сигареты, которые любят помаду без денег. Я тоже бросал туда сигареты, я тоже помаду без денег. Но мне понравилось, что был такой шаг и жест. Типа, я могу или сделал. Какую, хорошо. Это все очень здорово. Но это, наверное, не тот путь, в котором я хорошо себя чувствую. Я, может быть, ну ладно, я не буду перечислять причины, по которым я не пользуюсь такими методами. Потому что они меня будут дискредитировать. Потому что мне страшно, может быть. Ладно. Есть другой путь. Как бы если мы берем теперь метод Толстого, то прекрасный фильм о выживших. Алекандро Гонзалес. Да. Алекандро Гонзалес. И оператор с такой фамилией. Бицеплерик. Какой прекрасный американский фильм с отличной картинкой, с невероятным лейзажем, с крутыми-крутными планами, со светом, со всем. История такая про охотника, который попал в перегрях. Но, как бы все у меня закончилось. История про охотника, прекрасный вид, эстетическое удовольствие невероятное для меня лично. Не от сюжета, не именно от слова. Того, что для нас до декабря дался полуфильм и сходы. Это, кстати, самое меньшее, что на реальном фильме как-то затронуло. Гораздо больше я смотрю на картинку. И что мне невероятно понравилось. То, что их маркетинговый, я не знаю как правильно, маркетинговая стратегия, можете мне подсказывать там и сал. То, как они вели рекламную кампанию своего фильма, они подвязывали ее постоянно на глобальное потепление. И сняли, если я не ошибаюсь, по-моему, сняли целый фильм. Или где-то я видел в каком-то отрывке бэкстейджа, что там была сцена в фильме «Выживший» с огромным количеством буйволинов и черепов. И, по сути, как бы режиссер, я не знаю, кто именно этим занимался. Есть настоящая фотография вот этой кучи буйволинов и черепов. Потому что был такой охотник, который застрелил тысячу буйволов лично. И это было необходимо по каким-то причинам экономически выгодно в то время. Времена, как происходили события в «День Редичи». И, по сути, вся маркетинговая стратегия, вся рекламная канва этого фильма, она закручена на невероятно социально важном для меня мотиве на сохранение природы. Это глобальное впечатление. И на том, что человек может запросто в одиночку пересстрелять тысячи буйволов, которые постепенно перестали бегать там и таптывать землю, нарушили определенные цифры в природе. И, по-моему, это здорово. По-моему, здорово то, что фильм абсолютно ненавязчивый. Он не говорит тебе «Эй, хватит есть мяса, дорога, загрязняем воздух, давайте перестанем носить кожу, давайте там, я не знаю, будем есть только свои приборы». Нет, он не говорит, но… И он не призывает к этому. Тем не менее, для меня очень сильно показало то, что стоит задуматься на глобальном потеплении, и о том, что тот человек ужасно разрушает толк, где живет. Ну вот, по-моему, это то, про что хочет Толстой. Это то, что Толстой в 21-м году. И я не сравниваю сейчас ценность войны «Мир» и этого фильма. Абсолютно не знаю, я просто сравниваю на итоге. И мы вот сейчас подходим к твоему вопросу про то, какой путь избираю я. Да, наверное, мне ближе быть вот такой, как фильм «Выживший» и как более методичный, более спокойный. И в плане социальной, социальной полезности, конечно, мне очень… Ну, меня действительно беспокоятся проблемы сохранения нашего дома. Мне нравится работать в сфере нашей сферы, в сфере планеты Земля. Мне нравится говорить о проектах, мне нравится изучать то, как человек влияет на окружающуюся. И я думаю, что мой контент, ну, он уже связан с этим. И я думаю, что в дальнейшем нужно продвигаться в этом направлении. Сейчас. Да. Я, с вашего позволения, я бы хотел еще одну такую… Такое отступление сделать от своего непосредственного творчества к тому, почему я вижу, что социальная болезнь, что я могу помочь… Ну, то есть нет, сейчас. Мой контент может быть полезным социальным данным посредством не решения вопросов, там, например, сексуальных меньшинств, там, да, и ущеления прав человека. Хотя, как человек, как обыватель. Я абсолютно поддерживаю и людей с ущемленными правами, и им сексуальные меньшинства. И если человек приходит, придет ко мне с проблемой такого рода, как обыватель, я по себе, наверное, постараюсь помочь. И я могу, например, сегодня об этом сказать, что да, это действительно важно. Важно, чтобы соблюдать права людей, важно, чтобы не ущемлялись те, кто не похож на нас. Это очень важно. Но делать свой контент, например, делать скульптуру на эту тему, ну, пока это не стало настолько ощутимо для меня. Пока я этим не занимаюсь. Я не заявляю, что я никогда не буду это делать. Может быть, когда-то мне это станет более ощутимо и важно, я буду заниматься этим. Пока нет. Пока меня волнуют более неочередные вопросы. Это все еще к тому, что есть очередные методы производства своего контента, как, например, усирали, которые протестовали против ущемлениями и многих прав. И это все значит, ты видишь несправедливость и период. А есть вещи, которые мы не замечаем. Я очень долгое время не давал. Пока меня дарили из этого, я перерывал. Пока меня дарили из этого, я хотел бы это уже для себя объяснить. Это действительно. То есть, когда, конечно, о том, что мы увидели, что он послал, как это срок. То есть, как бы это обращение не вновляемого бога послужения человека. То есть, если смотреть, допустим, в тот же самый фильм «Высуши», то там можно увидеть какие-то моменты наркомства, какие-то классические элементы. Не то, что классические, а вот такие вот экспрессивные элементы, известные кадры. Да. То есть, это обращение к узнаваемому богу, который мы привыкли к эстетическим узнаваемым богам. То есть, как я понял, что ты хочешь через эстетические узнаваемые бога, понимание, бога влиять на современную ситуацию, влиять на это. Я понял? Да. Ну да. Вы экспрессируете. Я просто готовил эту тачку, потому что здесь можно увидеть в любом случае. Да. Я на самом деле… Ну вот вы сейчас сказали, когда я смотрел фильм «Выживший», я не… Ну, у меня не возникла этой параллели, которую вы сейчас озвучили. Хотя я с меня абсолютно согласен. Просто я был не заметен, как у вас есть. Да, но я абсолютно согласен. Я признаю, что я не заметил это при просмотре. Потому что мое внимание зацепило. Видимо, на каком-то подсознательном уровне действительно сработали все вот эти узнаваемые годы. Но мне очень понравилось то, что фильм имел один сюжет, абсолютно нормальный, голливудский даже, я бы сказал, сюжет. Но параллельно шла большая маркетинговая программа, которая указывала на очень глубокие, на очень глубокую и важную проблему. Не просто легкоусваиваемая реклама, а легкоусваиваемая реклама с очень близким для меня значением. Вот. Но спасибо, да, за вашу ответ. Потому что я действительно не заметил. Но это большое спасибо за вашим результатом. Да, я прошу прощения на юсер воды. Потому что, когда много говоришь, хочется что любить. Например, сейчас. Да? Да. Вы говорите о том, о том, о том, о том, о том, о том, о том и о том, о том. А у меня не боишься, что кожа через длинский, она не появляет. То есть она против нее, грубо говоря, не обратится на значение. По-моему, короче, не может быть. Ну вот смотри, я же когда смотрел тот же самый фильм «Выживший» не обратил внимания на годы. Но ситуация все равно сработала. Это раз. Другой, да, конечно, очень много человек может не обратить внимания ни на какие годы. Но тут мы сидим и разговариваем. Но я об этом говорю напрямую. И он продолжат это говорить. И третье еще что-то я хотел сказать. Ну да, всегда, конечно, не то что есть принцип. А ты не можешь донести его своей мысль посредством водов. И даже ни водов, ни говоря не будет. Ты никогда не можешь донести свою мысль для всех. Ну, на что способен, на столь грибе несешь сложность? Тут такая ответная вопрос. В принципе, да. Харанка, Харанка, которая работает в первых картах. В одной из карт. Творчество, художник, для того, в частности, сложный или простой. Творчество, художник. Это очень хороший вопрос. Сложный или простой. Ни сложно не должно быть, ни простым не должно быть. И в то же время допускайте, что это будет сложный и простой. Вот я, допустим, делаю проект своих баранов, делаю телеграмм, которые я очень люблю. Я уверен, что они творчества очень трудные. И мне эта работа очень нравится. И я вообще не способный. Но пока я делал вот за этот год, допустим, тихачку, они сняли клип, я думаю, что мы сняли его за очень короткий срок. И, ну, как бы, наверное, там было затрачено меньше, ну, как минимум времени. Я не берусь тратить там усилия, потому что это некорректно. Но времени они затратили меньше. Да. Да. Но, как бы, учитывая, что они затратили меньше времени, может быть, это было чуть-чуть проще. Но что лучше? Я не знаю. Это, по-моему, самое лучшее, что было снято в боку. Ну, вот из того, что я видел, из того, что было снято в западе. Это самое крутое. Ну, при этом, на мой взгляд, он достаточно простой клип. Достаточно простой. Но... Ну, я... Я выбираю другой путь, но я не хочу помолить за достоинство тех, кто выбирает путь вот этого кричащика. Это просто разные способы. Они делают это, как если бы я попытался пользоваться этим методом. У меня бы ничего не получилось. Они делают это гораздо лучше, чем я бы смотрел. А может быть, я сделаю бы лучше что-то другим методом. Ну, я не хочу помолить чего-то достоинства. То есть ты хочешь сказать, что сложность проекта определяется длительностью? Нет. Я как раз хочу, наоборот, сказать. Я хочу сказать, что не определяется длительностью, а определяется тем, попало ли оно в то время и в то место, где оно было нужно. Вот чем оно определяется, наверное. Вот этот клип, он попал. И он просто прекрасный, восхитительный клип. Но, возможно, на него было затрачено меньше усилия. Я не берусь утверждать это. Я точно знаю, что меньше времени не буду потрачивать. И как бы... Да, но сделать это круто же. Просто твой вопрос, по-моему, всегда в том, важно ли, что проект сложный или простой. А сколько это важно для себя? Вот для меня не важно. Когда я потребитель, для меня не важно. Когда я автор, для меня это важно. Постойко-постойко, я умею делать только так. Я стараюсь почувствовать другому, но я не могу не похвастаться каким-то большим успехом. А как для потребителя, то мне абсолютно не важно. Сложный проект, несложный проект. Мне важно, чтобы кто не попал в шею. Да. А как для аккуратного? Поиск в компорт аккуратный? Ну, очень небольшой, на самом деле. Я бы не назвал себя аккуратным. Никогда, наверное. И вряд ли бы когда-нибудь взялся за это дело, потому что, ну, для меня оно представляется слишком сложным и не очень интересным. Я делал это, поскольку я учился, это было задание. Будешь сидеть. Вот. Ага. На чем же я задание хотел? Давай. А вот, нет. Я остановился на том, что, да, для меня важны менее очевидные проблемы, но менее насущные, я считаю. Защита прав людей и меньшинства этих людей, она важна. Но защита, собственно, другого, она важна как для большинства, так и для большинства. И мы не видим того, что происходит с нашим домом, с нашей землей, поскольку, поскольку, я глубоко не ждем, что человек воспринимает, ну, человечество в большинстве воспринимает как короткую цепочку по причинно-следственной связи, да, человечество в большинстве не служит, но, конечно, уже по классу и пропаганде, по классу и по легкому пути добычи влаги себе. И как бы действие и результаты. Действие и результаты. Такая довольно простая схема того, что человек видит, человечество видит и как оно действует впоследствии. Да, есть организации, которые трубят во всём глобальном отсутствии, но никто их служит, господи. Да никто их служит практически. Может, повлияет слушание на это. Ну вот, может быть, я и хочу как-то привыкнуть к ним в плане своих сил. Но, тем не менее, проблема – это проблема того, что человечество отравляет свои уже свои два питания, оно не исчезает. Слушаем мы это или не слушаем, эта проблема не исчезает. Я как-то раз писал одному знакомому длинное-длинное сообщение, которое я, по-моему, было не мальчиком, было по этому, что у меня было шансово тренироваться. Теперь я знаю, что они вообще все это мои друзья, которые меня хорошо знают и которые устали от того, что я много про это говорю. И про ангезия, в общем, многие рассказывают про Джаваза и Дарвина. И они всё время пытаются заткнуть мне рот, но теперь нет шансов. И вы уже сидите и слушаете. И я даже могу постараться даже много. Так вот, я как-то раз сравнивал такие эквешки, как мы, вот общество, цивилизованное общество. Даже разработчики, в данном случае, считаются цивилизованным обществом. Даже, наверное, какие-то индийские трущобы считаются цивилизованным обществом. Я говорю, цивилизованное общество вот в этом широком понимании. И общество, маленькие, небольшие общества, закрытые, глубоко традиционно, такие, как, я не знаю, оборудование в Австралии. Или оливководов на севере России. Или коренные американцы, живущие в Миндаду. У всех этих небольших культур есть одно объединяющее качество. Все их культуры, все их верования очень сильно завязаны на уважении природы, на уважении местности, в которой они живут. И можно много гадать по поводу мистичности такого явления, но, на мой взгляд, есть абсолютно простой ответ, почему у всех небольших культур, ну, небольших, а не сегодня небольших, потому что дожили только небольшие остатки этих культур. Но у всех людей, которые привязаны к определенной местности, к добыче ресурсов из, предположим, своего леса или своей саванны, у них у всех есть культ природы в той или иной степени. Они все в уважении относятся к ресурсам, к охоте, которой они занимаются, и к семье, которую они разделывают. Это абсолютно прямая связь. Сегодня я убил трех оленей, завтра новый олень в лесу не появится. Стало быть, я должен уважать тех оленей, на которых я охочусь. Потому что я точно знаю, что если я выловлю слишком много рыбы, завтра мне эту рыбу достать будет нервную. Это абсолютно, на мой взгляд, прямейшая связь. И им она очередная, по этой культуре, все в такой стороне, что природу надо уважать. И бери от него столько, сколько тебе нужно, но больше не бери. Да? Что остается? Нет. Что остается? Ну, мы берем. Ну, мы берем. А как мы не возьмем всю природу? Вы же мы всегда одержали. Нет. Мы все берем эту природу. Мы все берем эту природу. Ну, чтобы не брать, для чего-то природа надо работать. В общем, что у нас с нами, что это, то, что, важно, даже не воеврождь, вещи в своей жизни, а у них то не у нас. Ты должна быть воеврожден, чтобы для твоего, как вы наказывали? Ну, а тот опыт, который понимали. Нет, я считаю, что у нас есть право убивать животных ради своего комфорта. Потому что иначе мы просто будем идти всеми руками. Но это закон о животных. А животных есть право убивать вас. По-моему, к сожалению, не осталось и самым шансом. Но это другой разговор. И как бы вот сейчас я объяснил про… Ну, рассказал про небольшие замкнутые культуры, которые прекрасно понимают вот эту проблему того, что человек может нарушать закон о животных. И не нарушают. И перехожу к нам, к цивилизованным людям. Мы живем в всех городах, пользуемся электрически, водой и интернетом. Я не знаю, носил одежду, ездил на машины. И мало когда задумывается. Я конечно задумывается, но как-то на этом и все. Мы ничего не предпринимали. Даже, окей, я буду говорить про себя. Я задумывался. И я провел небольшое исследование. И узнал, откуда берется электричество. Например, в такой огромной стране, как Россия. А кроме того, что 90% электроэнергии не реагируется сжиганием угля. И как бы, ну окей, я знаю этот клик. Весь мой курс, с которым я учился в Москве. Мой курс составил дизайн. Все об этом знают. И еще много этого. Ну и что теперь? Я перестал пользоваться электричеством за это. Или кто-то перестал. И никто не перестал за этот пользу электричеством. Суть в том, что вопрос головального потепления невозможное решительство в том, что я не хочу сопреданным поисковыми теми благами, которые у нас есть. Потому что я хочу. Я сам, хоть я и большой сторонник защиты природы. Я все равно хочу иметь свою душу. Я все равно хочу иметь свои лапочки. И надо находить какое-то другое решение. Как я вижу возможное... Ну это конечно же не решение. Но это тот мой вклад, который я бы мог сделать. Мои пять копеек в миллиард или в триллион фунтов стерлинга. Я не знаю какое самое большое число. В общем, ну мои пять копеек. Обращать внимание людей на социализованных людей. На то, что да, мы можем продолжать всем пользоваться. Я не призываю никого от чего-то отказываться. Но просто знайте об этом. Думайте об этом. И может быть вы сможете что-то привнести. Может быть вы сможете найти свои пять копеек вложить. И тогда, когда наших пять копеек будет больше. То есть будет много. Соберется количество сумм в решении этой проблемы. И вот ответ на вопрос. Считаю ли я свой контент полезным или нет? Ну мне бы хотелось, чтобы он принес пользу таким способом. Как мы будем именять все, например, планы, и звание звездной технологии. Например, два недели назад, на конкуренции в Термерти, а надо было когда в последний раз в данном программе мы делаем это в разработке. То есть, например, допустим, используется год-голубок через душ, она собирается и вы не используете, допустим, качественные символы, допустим, для информации и так далее. То есть это технологии, которые применяемы во всем видео, и сейчас некоторые, скажем так, компании пытаются это именизмно заплачать, потому что кто-то проходил соцификацию по этой системе. То есть, например, ваше общество, оно как-то связано с этим направлением? Ну, я думаю, что оно будет связано в ближайшем будущем, но оно пока не связано ни с тем, кроме того, что оно пока мастерское и требует завершения. То есть, я сейчас говорю о том, чего еще нет, но что делать? Я не могу сказать, что оно связано с какими-то организациями, так нет, пока не связано. Но я думаю, что, да, я бы даже с ним заработал, сотрудничею с такими компаниями. Ну, как бы даже. Пока нет, но я надеюсь, что не будет. То есть, пока оно больше не происходит, оно относится на ситуацию, а пока совсем? Ой, нет, оно носит очень даже прикладной характер в плане того, что я целый год, каждый день, с молотком и стамеской, и стучу, как дядя в новую бою в детскую культуру. У меня очень много физически работает на сегодняшний день. И как бы стратегии, маркетинг, и все предстоит поближе к завершению. Вот. А как я к этому пришел? Есть еще какие-то вопросы на этой части? Да, я слышал? В эффект бабочки. В эффект бабочки, если он не пояснителен в голове. То есть, то, что одна маленькая бабочка раздохнув на одной части света, может, вы из этих ралейций на такой? Я сомневаюсь утверждать, что это так. И сомневаюсь утверждать. Если честно, я не знаю. Может быть, в это твое есть в этом мире какой-то смысл, а может быть и нет. Я верю в случайности. Я верю в то, что все, что происходит во Вселенной, все случайно. А я могу вполне ошибаться. У меня нет вообще никаких факторов. Я даже не знаю физику. Да. Это наиболее есть. Я уже сквозь гордиться. Я уже сказал, что на него парень. Да. Я в замке барабан. Да, в замке барабан. Ты с моим братом, ты с нашим тоже. Мой родной. У тебя есть честное слово. Вот сейчас могу позвонить, родной. У меня кот попал. Мой любимый. Проделись по Зайту. Я обязательно покажу мне этот фильм. Или друзья тоже его найти. Я буду задушусь его. У нас и зрение до нас бороться. Проделись по Зайту. Улучшать трюки. Еще есть какие-то вопросы, о чем мы говорили. Потому что сейчас я собираюсь перейти ко второй, финальной части. Да. Я хотел бы прокомментировать. Если девушка сказала, что невозможно или требуется сохранить животное. Правильно я понимаю? Другого пути нету. То есть вы считаете, что необходимо жить животным. Я правильно понимаю вас? Да. Да. Вы сказали, что требуется соблюдать жизнь, ценить жизнь животных. Я правильно понимаю? Или любой ценой? Да. Вы сказали, что... Мы ничего не должны есть, одевать и жить. Я правильно понимаю? Да. Потому что если не возможно, то должно быть подобное. Позвольте... Во-первых, чистость медицинской точки зрения. Вегетарианство не приносит ход в эту дорогу. Есть. Мясо. Есть. Мясо. Вегетарианство не обойти сложно. То есть входит в определенный состав... ...вокаженосных систем. И со временем, и сеть, они склонятся кровками. Это второе. Путь, который... Слава, о котором вы говорите. Это правильно, но это не тот путь. Путь, единственный, который возможен, это путь науки. Это альтернативные источники энергии. Ну, учет как сохранение важности дикой экосистемы, безусловно. И еще один пункт контроля... Контроллера взаимных человечеств. Но, к сожалению, в нашем мире не обдопустив нас на этом. В этом смысле, а... Вы знаете, как вы хотите узнать, есть какие-то препараты, которые нам надо вложить в жизнь? Это я могу поставить, а есть. Девяносто процентов одежды накладываются. Стоит из них. Давайте это оставим на конец дискуссии. Я, в принципе, частично согласен с обоинными оппонентами сейчас, но я просто знаю, что нет пока решения, которое бы устроило меня. Конфейер рождаемости, я лично не согласен. Я хочу, может быть, иметь пять детей. Вопрос, как вы видите природа? Ну, проект, конечно, и будет в Советском Союзе, когда распадываешься на 20-20 и способную другую проблему. Ну, проект используется качественные селья. Качественные отходы, вот эти все дела. То есть, отходы промышленных производителей. Качественные еды. Качественные селья для предотвращения другого процесса. Ну, даже, скажем так, черные фракции, а то есть, по-моему, селья. То есть, вы можете ответить, скажем так, относительно селья, но вполне, скажем так, что это селья очень безопасно. Ты знаешь, что это селья. Ну, ты же не способен, правда? Ты мне. Да? Даже что не ели. Самый. Детям, может, не дам, а самую селью. Я эгоист как бы. Я не говорю, что, ой, давайте все перестанем есть селья. Я абсолютно это буду утверждать. Я ем мясо. И, как бы, и коровьем, и с лишним немного разводим. Я эгоист. Я, в первую очередь, наверное, беспокоюсь о собственной шкуре. Но я, будучи эгоистом, еще не могу не замечать то, что моей же шкуре будет плохо, если вокруг не будет достаточно селья. Ну, на самом деле, есть ГМО, есть куча всего, что, в принципе, способно прокормить огромной, конечно, народу. Просто почему-то у людей есть приносы по поводу ГМО. Например, я думаю, стоит ее хотеть. Будет ли эта девушка есть ГМО? Вопрос. Я думаю, мы все едим в ГМО. Не, я согласен. Мы даже не задумываемся об этом. Но есть такой выбор. Будет ли она есть? Я бы хотел, чтобы хотел. Ева. Короче, ГМО спасут мир, может быть. ГМО – это хорошая акция. Может, я считаю. ГМО – это те, наверное, проще. ГМО, ну, кстати, я надеюсь, что придется на объяснение. Не задумайтесь, какая ГМО. Кто вводит в свои селья? ГМО. К счастью, пока. Даже если оно запрещено, мы все равно и вылетим в ГМО. Даже ГМО – это ГМО. Знаете, как выглядят настоящие ГМО и ГМО? Это вот такой черный колосок с 4-10 горошек. Это в смыслах ГМО. Оранжевая обсушка – это тоже ГМО. Даже пшеница – это ГМО. Есть степень. У нас пока легкий, который иди, у нас пока легкий. ГМО. ГМО – это Европа не запрещено, поскольку я знаю. ГМО – это Европа не запрещено, поскольку я знаю. ГМО – может быть требует маркировку, то я не уверен. ГМО – я знаю, что в России хотят ввести вот это требование маркировки. ГМО – но я считаю, что в пример, на сутки, которые поддерживаются теми, теми, кому выгодно это выгодно продавать чайнице мне поимодировать что здесь не хватает я с ним абсолютно не знаю я должен прямо ждать в голову большинства цитата в лекции в первую очередь посмотрите внимательно на голландских, итальянских немецких художников 16, 18, 18 и обратите внимание на дыни арбуза поэтому дальше слова просто излишни с арбузами и собак это тоже ГМО от волка вот так что мы можем дальше пойти или еще одну? придем на больше слов как к этому вообще все пришло как я стал словшедшим который ей стал говорить я был нормальным человеком я был нормальным человеком и даже нефтяные кошки и был счастлив в принципе счастлив неплохо себя чувствую вот был ряд событий в моей жизни которые в этом спорте везли одним из которых и наверное ключевым стартом большим толчком стала моя поездка на припию на остров Свальба в Шпицке вот там сидит критик без которых вообще я бы никогда там не оказался и я очень благодарен за то что это получилось вот вы видите часть реизажа небольшой реизаж а я хочу спросить это очень сложно очень долго выключить свет если это как бы 2-3 минуты ну тогда не надо если это прям вот здесь потому что фотографий они очень много но да я поехал на Шпицберг потому что мы в мире без добрых людей и есть люди которые поддерживают творчество молодых художников есть люди которые заинтересованы в том что молодые художники из Азербайджана поехали на остров свои мечты посмотрели и вдохновились мы как-то изменили свою точку зрения на весь мир что собственно и произошло и норвежское посольство да норвежское посольство это прекрасная команда дипломатов в которой я просто наслаждался тем что вижу во-первых у себя Шпицберг он же свальба правильно говорит сейчас свальба это норвежское название это остров который находится в северном ядовитом океане недалеко от северного полюса примерно чтобы было понятно это вот если вы представляете себе Гренландию вот где заканчивается Гренландия на севере там же параллельно вот как ту Гренландию находится этот остров архипелагия несколько остров и я там про Гренландию России можно провести там целый месяц середина февраля середины марта там была полярная ночь там постоянно хотелось спать там было темно глаз прыгает и никуда не пойдешь ни чего не увидишь ну поначалу потом все будет выглядеть вот абсолютное ощущение это будет на веток и невероятное ощущение природы потому что как бы ты далеко не изобретал здесь на континенте да в какую глушку ты не залазил все равно ты довольно часто встречаешь подголоски цивилизации а в нашей стране это вообще не просто потому что эти коробочки от сока и разбитые бутылки они валяются на самых больших на самых высоких горах и на самых низких озерах вот а свальба это место где ты отошел пять лет от этого поселка городка в котором я жил и все ты не видишь ни одного фонаря ни одной линии электропередач слава богу никакого мусора просто белый снег океан небо и ничего больше и это невероятно передаваемые ощущения физически у меня было ощущение что есть арпинисты которые разбираются на небесах и чувствуют себя на вершине мира у меня было ощущение что на вершине мира если измерять мир высоту мира не от уровня моря а от южного полюса к северному полюсу то я стоял на голове у земли у меня было такое ощущение я ногами чувствовал что мои ноги касаются макушки планеты где-то просто невероятно и она прекрасна и она есть где-то нетронутая и там есть вот такие вот там русские возле берега океана они грязные но они грязные поскольку они должны быть грязными а не потому что мы их запрашиваем вот здесь подойдет клинок я чуть не буду вот это в принципе такой типичный шпицбергенский трейсаж просто снег никаких растений с ней моря и вот эти формы я выбрал несколько фотографий на самом деле выборка изделий поэтому очень очень качественных эти формы как бы снега там лично не злота хотя этот снег наверное не точно тает как бы возле моря но большую часть года он там присутствует и он выдувается ветром он там выдувается морской водой и получаются такие своеобразные абстракты фигуры и на тот момент я очень он был увлечен таким скульптором как гена эмур и антели коровы которые могут пропасать по-моему и в работе даже в скуче гена эмур скульптором мастерик и в природную скульптором вот у человека присылает и дальше и когда приехал я начал делать такие пухачки акварели на самом деле они неисус может быть большой важности они ну я включен сюда просто потому что они важны как переходные смену одного состояния скульптором это такой референс начало моей работы связанный с природой с нашими планами это не это не часть проекта в котором я сейчас занимаюсь это то с чего очень нравится Такие полуабстрактные наброски для скульптур, может быть, просто графики. Я не знаю, почему я это делаю, просто не хотелось это делать. А, это уже дальше. Да. Ну и вот все это трансформировалось в какую-то большую концепцию того, о чём я ранее говорил, что я хочу наносить своим контентом и перерасовывать в тот проект, которым я занимаюсь. А он будет состоять из скульптуры семьи разных животных, которые живут недалеко от нас, которые все это стране существует. И я не могу, к сожалению, очень много про это рассказывать, но мне хочется посмотреть, что это должно быть интересным. Они большие, они яркие, они немного космические. У них есть скафан-андры и очки, защищающие от палящего солнца, в вакууме, очки с воздушкой пространства. Это такие животные, как шевицы. А, да я могу назад сейчас выставить. Спасибо. Да. А, да. Да. Здесь, наверное, есть какой-то красный? Не все массовые? А, есть. Не все массовые, но в большинстве, началось всё с барана, на самом деле. Вот такой вот суровый северный пейзаж вокруг. А можно спросить? Да. Вот то, как ты относишь лево на эти море, эти суровые пейзажи, вызывает ощущение какой-то безграничной свободы. Да, так и есть. Так и есть, наверное. Какие есть твоё представление о свободе? Возможность попасть на воздух своей мечты, жить там месяц, видеть в своё время? У меня с понятием свободы очень странные отношения. Я вообще считаю, что ни свободы не бывает. И даже заключение в четырёх стенах, мне кажется, не будет полностью решать человеку свободу до тех пор, но пока мы сделали анатомию мозга, вот тогда заканчивается. А так мы все свободные были. У меня вопрос вопрос. Ты сейчас показал, как вы говорили. Да. Там везде есть предмет от лукой цвета, а я считал, что её доминирую. Да. Где здесь? А она сейчас, в твоих рисунках, в твоих рисунках, в твоих рисунках, и сами доминируют. Или уже это как? Нет, абсолютно не доминируют. Сейчас мы имеем всякие условные цена, сумасшедшие любые глаза. Так что мы смотрели, как солнце что-то влияет. Вот. Да, это перешло всё вот в такую форму с культуры животных и обращение вообще к теме животных. И к теме, ну, меня больше интересует на сегодняшний день. Я не говорю про обезьян, а ладно, я больше пощадил своих друзей. Всё здесь про обезьян, не знаю, говорю. Но как бы меня действительно интересует вот в этом проекте животных, который не охотится рядом с нами. Ну, если не сидит. Потому что выставка будет называться «Ловкая задержка» с низких разрешениями. И она будет рассчитана на нему, что мы много знаем о том, что нас окружает. Да, в то же время мы начертались. И мы ищем курор. Мы изучаем космос, но он присутствует также у нас под носом. Каждый атомный воздух, который мы упрекаем. И мне кажется, реально важно, что животные будут простые и местные. Как, например, вот улица, которую вы сейчас видите. Это по конгрессу. Такая структура планируется, но он не использует. Да, мне важно обратить внимание зрителей на то, что всё великое к вам и всё важное обоснатка. И вот улица, по-моему, может быть, носителя по центру к планету. Может быть, и не он. Или такая павловая структура. Мне ещё нравится относиться к своей работе с долей иронии. Мне нравится делать их смешными, чтобы они вызывали улыбки. Чтобы в какой-то степени, кстати, даже чтобы лучше усваивать, можно сказать. Чтобы казались более простыми. Но, тем не менее, кажутся, что он требует, не играя в усилии, чтобы получить. Но мне нравится относиться к этому степени. Он не делает, чтобы вы красите, которые не вышли цвета. Чтобы можно было поджать. Как минимум над тем, что, блин, сколько старался покрасить, как дико. И, ну, в этом есть свой шаг, я считаю. Мне кажется, это весело. Я всегда обращаю внимание на такие детали, на работу публики. И вот, как бы, такая рома с очками космическими. На этом, собственно, вся такая визуальная часть презентации. Да и болтательная, наверное, тоже уже подходит к концу. Я еще способен отвечать на ваши вопросы. Может, лучше даже долго. Но, в принципе, все, что я готовил рассказать, с вами сказал. Да? А примерно когда на сумму вы увидите этого степени? Да. Хороший вопрос. Это где? Я не знаю, где. Но явно где-нибудь сможете увидеть. Есть вероятность, что она может открыться за границей. Но она обязательно записывает и в Баку тоже. А может быть, будет и в Баку, а потом за границей. Я, правда, не знаю. Потому что организаторский вопрос вы занимаетесь и я. У меня не сильно подформирует. А на нее зависит, закончить ее поскорее. Мне еще нужно несколько месяцев, я думаю, а потом уже дело техники. И я думаю, будет какая-то рекламная программа. И я думаю, что вы услышите. Как раз вы услышали об этом вечере сегодня, вы и провести в квадзаке услышали. Когда вы увидите, когда прежде вы. Я думаю, что прошел предыдущий вопрос. По-моему, мы на эту тему не договаривали. Ты сказал, что, в принципе, все случайно. И все, по-моему, все случайно. Но это не так. Да, да, да. Говорится, что, может быть, это не так. Но ты считаешь, что встречаем абсолютно все. От выбора дела, которым мы занимаемся, до людей, которых мы встречаем, и какие-то события, которые с вами присутствуют. Или я так и так. Ну, у нас есть определенные... У нас, да, у нас точно есть шанс выбирать, что надо делать, а что надо не делать. Можно сейчас уйти в риторику, как бы, да? Я не хочу этого делать. Окей, я склонен считать, чтобы не копаться глубоко в этом вопросе. Я склонен считать, что у нас есть право выбирать, чем мы занимаемся. Но какие-то глобальные вещи, да, которые, к которым люди часто приписывают мистические свойства, как, например, случилось ли это потому, что было вот что-то там. Ну, далеко не всегда это так. Например, рухнул ли дом, потому что было землетрясение? Да, это так. А было ли землетрясение, потому что я не помолился вчера? Наверное, это не так. Да. Оф-ф-ф... Вы же сделали презентацию про лёгкость, как мы с вами? Да. Волова, в одной стороны ты сказал, что надо брать единого столько, сколько тебе комфортно, а сколько я бы была. Ну, пожалуйста, да. Да-да. Знаешь, как комфортно для себя можно что не ездить в опять ноги и носить сползо, до другого, чтобы шкуры живого, и жарила, и еду в дно. Поэтому мне кажется, с твоими в природе надо сказать то, что брать столько, столько, Я не верю, что эта схема будет когда-нибудь не свободна. Я не верю, что человечество когда-нибудь дойдет до такого уровня, чтобы все размы отказались от комфорта и остановились только на выживании. Да и я сам не хочу жить просто в выживании, я хочу жить в комфорте. Но... Я же не могу взять и решить эту проблему. Я могу задавать эти вопросы. Это ведь для меня большой вопрос. Я же тоже пользуюсь электрическими лимпатиками. У меня кожа на нижней грудь. И мне это нравится. Но вот вопрос. Я чисто в силе попробую. Я не считаю, что мы несправедливы, мы осознанно несправедливы. Я лично осознанно несправедливы. Порчу свой опыт. И кто-то может быть неосознанно, но все равно несправедливы. Вы сейчас ставите вопрос, сделаете эту тему дискуссии и в то же время демонстрируете противоречия. Да, я вам сейчас объясню. Я уже говорил на самом деле, что мой вклад, мои пять копеек состоит в том, чтобы поговорить о том, чтобы задать этот вопрос большему количеству людей. Чтобы большее количество людей об этом думало. И все вместе мы сможем найти этому решение. А я как один простой человек не могу вам сказать, перестаньте одевать кожу или есть говядину. И сам не перестану. Я хочу какого-то более... Что ж, знаете, обреете, прощаетесь по ушу не сказать, что вы не делаете. Что бы люди делали, а... Почему ничего не делаете? Я делаю. Прижим к действиям. Да. Но даже что-то, чтобы что-то изменить, как глобальная манка, можно начать с себя, как я думаю. Ну, например, я... Я, например, не бросаю пачки на тротуар, да, потому что они пластиковые. И я не беру пластиковые пакеты лишний раз в магазине. Если мне не зряют, то я ругаюсь под автюр. А они, кстати, очень любят ругаться ботинкой того, что почему-то не хочешь взять один пластиковый пакет. Ну, я делаю то, что по-сильному не можно. Но мне нравится носить кожные ботинки и есть мяск. Окей, от говядины я даже могу отказаться. Вот тут даже я с вами согласен, что я могу не изгорать, потому что эти коровы засоряют воздух хуже, чем автомобили. Ну, как бы, я вполне и на курице выжил. Ну, я не призываю всех резко отказаться от комфорта. А думаю, что важно, чтобы все знали, все были проинформированы и видели вот эту сложную цепочку. Не действие и результат, а действие. Результат, который тебе не заметен, который не заметен еще другому звену этой цепочки. А потом не приводит к тому, что у нас не останется крестной воды, например, в одной из людей. Можно вопрос? Да. Почему вы используете слово «отказ»? Здесь дело не в отказе, а в того, что кто-то откажется от тех, кто-то не поможет. Да мы не откажемся. Требует ботинки кожаные. Прекрасно, чудесно. Но кто-то сказал, что ботинки кожаные могут быть только из кожи. Из кожи заменитель высокого качества, если такого с ним будет. Но этого не будет, пока производитель ботинков не даст добро. Понимаете? Здесь очень много экономических факторов. Вы что думаете, альтеративные энергии давно были бы найдены? Нет. Если пока не кончится. И так далее и так подобное. Вы художник, извиняюсь, девушка, вы попросите творческий человек? Нет. То есть, допустим, художник пользуется красками. А краски из чего? Это химические элементы. Фотограф пользуется фотографией. Это тоже химические элементы. И пока они будут использоваться, они будут спрос прожать предложением. Не требуется слово отказ. Требуется замена. Молодые господа. Можно? Минуточку. Можно? Я не призываю к чему-то отказываться, а призываю к тому, что мы все, как каждый индивид и все, как человечество, возможно, способны найти какое-то общее коллективное решение. Вот к чему я призываю. У нас есть средства коммуникации, в конце концов, у нас есть интернет, и одна голова хорошо, а у 7 миллиардов, может быть, скорее всего, и проблемы, но если они все начнут думать в нужном направлении, то, возможно, жизнь станет лучше и, возможно, мы их дольше поживем на этой планете. Вот к чему. Да, там не без противоречий, да, там не без демокумии, ну и, простите, я же не вызывался решать проблему от начала и до конца. И, на мой взгляд, каждая коммуникация неправильная, потому что, ну, например, я принимаю решение определенных ученых, но вы сами ученые задумываются на об этом направлении. Ну, как раз ученые думают. Ученые как раз таки думают, но, может быть, кто... Кто им разрешит их решить, пока это выгодно? Я их разрешу. Где вы не вас, к сожалению? Пока деньги не будут приносить пользу другие способы, эти способы не разрешат. Все очень просто. Да, скорее не ученые. Я скорее не пытаюсь вдохновлять ученых, а скорее людей, которые участвуют в экономических процессах, да, которые являются его кровью, да, кровью экономического процесса. Если люди, которые создают экономический процесс, будут больше думать об ученых, которые будут больше думать о нас, это тоже в полосах результатов, я считаю. Есть один пример на данный момент, это Тесла. Это электрическая автомобильная корпорация, которая уже перегнала по своим ресурсам даже Дианил Моторс. Единственный на данный момент успешный проект. Да, мы все проверили на мотор. Большой молодец. Эти машины дорого, но они электрические. И это уже прорыв, в принципе. Ну, наверное, там просто много слов про экономику, про политику, а вот лично, как все эти анонические процессы влияют на тебя и по их общей? Есть, например, у нас в Куршбурге, там, здесь уже, Индус или, опять же, здесь, по-моему, политика, анонические процессы постоянно больше, не покидая его, а как мы все остались по тебя? Так, я прошу прощения, я не очень... Насосколько экономические и политические процессы, которые происходят в Куршбурге, там, с ней или не только в Куршбурге, а в Куршбурге, отражаются? В твоем проекте, насколько это влияет на тебя? Да, очень мало отражаются. Очень мало. Ну, хорошо, еще раз задался вопрос. Я продолжу, как бы, отвечать, просто пока я не забыл. Я всегда собирался сказать очень важную вещь тем, кто здесь и услышит, что запретили рейфы на днях. И я крайне этим недоволен. Я считаю, что в 21 веке в стране, в которой мы живем, демографию поддерживать невозможно, если молодые мужчины и женщины не будут ходить в клубы, в индустриалии, в прекрасные ночные клубы. И не будут проводить там хорошо рейфы. Я как-то должен был это сказать. Я знаю, но справа с какой-то площадью наше новое слово. В какой-то стороне нам прогрессируется необязательственное исполнение. Так что это еще вопрос, скажем так, состоит через год, через два часа. Ну вот, я думаю, что об этом надо говорить, чтобы говорить и что-то, может быть, делать. Вы рейфы больше не скрещали. Рейфы необходимы для здоровой, умной и думающей молодежи. Если не выпускать пар, то никакой хорошей мысли в клубы никогда, мне кажется, не придет никому. Вот. Да, я, кстати, почему-то покупал он без карточек и все время, и продавал. Реально. Да. Ну, политические вопросы... Нет, действительно. Наверное, потому что я происходящий трудный интерес самому. Да? Я вполне себе беспокоюсь о собственном безопасности. И... И не лезу на рожу. Нет. Я не усыраю. Нет, я не говорю о том, с точки зрения этого. А как-то, допустим, поиграться, когда там, например, разобраться. Вот это все, хаос... Какого-то, допустим, даже любви здесь вообще. Ну вот, меня гораздо больше привлекает... Может быть, в этом есть... Ну, как бы, для меня вот эти... Узнаваемые культурные коды, да, они ближе, когда я делаю что-то про природу, нежели про экономику. Вот. Мне даже сложно представить себе, что бы я мог сделать на такую тему, как экономический процесс. Которые у меня могут быть. Я очень хорошо... И что вы просто ездите зацеплены? Я вообще подсел на биологию очень плотно и уже какое-то определенное время. И мой мозг вообще стал действовать немножко как мозг биолог. И антрополог. Да, Анастасия. А, какому же врача с себя грязью тоже, просто по глотой, с антальюбами, с антальюбами, с антальюбами, с антальюбами, с антальюбами? Да, и у нас есть очень многое, и великое, и значимое, и какую-то революцию. Но они дают свои пять копеек каждый раз. Дают, что и справа, и форзангер, и форкады. И мне он очень нравится, как они даже. И да, есть филиптор, да, например, который делает то, о чем ты говоришь. Есть, но масштаб, конечно, хотелось бы больше. Мне легко говорить, хотелось бы больше. Говорят, это моя хата с краю. И вредите листью на ножом, а я буду здесь два минуты строгать. Но, да, я привожу историю эгоиста. Денис, ты говоришь, что ты эгоист, назвал себя эгоистом. Сказал, что ты следующее трудное интересное. На самом деле, твои действия говорят об обрадах. И многие события, особенно последнего времени, я, наверное, присутствующее в курсе некоторых событий. Но они говорят, что ты человек возлично не страшен. Это что? Это просто часть твоей природы? Это вложено в тебя еще в детстве? Это какое-то неравнодушие? Я, знаешь, скажем так, я боялся твоих вопросов, но, поскольку он прозвучал, у меня есть такие ответы. Я скажу, чтобы получить по морде большую маню. Вот было бы у меня небольшой маню и получили. Если было бы у меня, я, наверное, решила бы проблему каким-то более безопасным способом. И следующее расписано развитие времени. Это никак не связано со отвагой и радостью. Это связано с недостатком навыков культурного общения. Это было бы очень большой урок. Это точно был урок. И то, что в первую очередь я принес из него, это то, что звони в полицию, когда надо смотреть в полицию, и все. А она, кстати, очень быстро работает. Ты звонишь, и они приезжают. Даже, может, не позвольте. Как-то уже не дался. Даже, может, когда тебе не нужно, они все равно приезжают. Что-что? Что-что? Про обезьян. Вы уверены? Да. Послал от тебя, потому что они сейчас уже про обезьяны. Они меня возглавляют. А что про обезьяны? Я, ну, всегда, я аж приободрился. Даже читал, но про обезьяны всегда говорят. Да, 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 да. Ну, разбудите. Что случилось? Что именно, что интересует? По-моему, может быть, да? По-моему, может быть, да? Я очень много чего тебе могу сказать. Обывайте. Ну, если какой-то интересующий вопрос, может быть. Не, мы хотим что-то сказать. То есть, когда я не разговариваю. Да? Правильно. Блин. Я взял бы, что я вратец, потому что действительно мы не могу вспомнить. Мне кажется, мы все обсуждали. Но я все равно, если бы ваша интересующаяся обезьяна, я с удовольствием. А что, в принципе, не знаю, почему? Про кроманьонтов, неандертальцев и обезьян. Можешь что-то рассказывать? Какая-то обсуждение у некоторых биологов, что у человека не произошло обезьян. Это не биологи. Это колхозные звезды. Человек не произошло обезьян. А что он и есть обезьян. А, тогда если бы вы говорили, что он и есть обезьян. Я разделяю это. Я все 100% разделяю это мнение. И это ужасно, потому что в некоторые очень сентиментальные моменты, в некоторые очень важные, наверное, по рейду, душевные, я думаю, что мячок возьмет уже просто обезьян или точно такие же. Ну, немножко больше понимаем, чем оставить. А кто это помогает? Нет, это прекрасно, на самом деле. Но иногда, знаешь, порыве душевной страсти, когда у тебя в голове есть эта мысль, что-то как-то лучше бы я об этом не думал в данный момент. Но вообще-то есть такой приказ, но меньше мы так сделаем из шерстных, с чувством юмора, я надеюсь. Ну что? Ну что? Ну что? что мне было бы что-то рядом с тобой сейчас. Спасибо за внимание.